Потеряли, Квинси набирает скорость, и бросается Каско на перерез, и ошибается Каско, и вот шанс для Квинси, и Квинси не пожадничал. Ну и, вы знаете, ну, как же можно запарывать такой момент? Вот. Владимир Федотов сейчас, ну, даже не вышел к бровке, выбежал, и изобразил какое-то невероятное па, акробатическое, всплеснув руками, подпрыгнув. Квинси! Так, ну, тут фолл был, и прежде чем Спартаковс выполнит штрафной, будет замена. Ну, вот и не угадал я, и, в общем-то... Смотрим повтор. Все-таки, все-таки, тут какая-то неразбериха, вы знаете, поначалу зажглась табличка с одним номером, потом с номером Квинси, с 21-м. Федотов тут апеллирует к резервному суде, какая-то путаница. Кто в итоге, кого в итоге заменит Ковальчук? Сначала казалось, что не Квинси, потом, что все-таки Квинси, а в итоге, в итоге кто? В итоге, в итоге уходит... В итоге уходит Жедер. В итоге уходит Жедер. Вот уж на что не тривиальный ход, согласитесь. Гораздо более нестандартный, чем выход Бракомонте в пару к Адамову. Замена Жедера на Ковальчука. Гадать не будем, какие произойдут перестановки. Подождем немножко, какие произойдут перестановки у Спартака в обороне, а может быть и в полузащите. А пока посмотрим за тем, как красно-белый выполнят штрафной! Ой! Это фантастика! Это фантастика, потому что, во-первых, удар получился блестящим. Удар получился шикарным, роскошным. Не знаю, какие еще подобрать эпитеты. Но фантастика это вдвойне, потому что, вы посмотрите, кто забил. Это... Вот этого никто не ожидал, вы знаете, но... Чтобы Шишкин мог так пробить... Невероятно! Невероятно! Да! Ну все точно напишут в изданиях в целом ряде, что Шишкину надо в сборную и более того, надо ставить на матч с Израилем 100%. Вот...